Свыше 60 тысяч военнослужащих будут обеспечены собственным жильем в рамках поправок в законодательство, которые сейчас рассматриваются в Можилисе. Сегодня депутаты обсуждали этот пакет в первом чтении. Моя коллега Сабина Тургаева уже знает о решении можилисменов. Она на прямой связи со студией. Сабина, здравствуйте. Ну и каковы итоги первого чтения по этому законопроекту? Здравствуйте, Лаура. Да, действительно, сегодня в Можилисе парламента рассматривали в общем пять законопроектов. Среди них и внесенный вчера президентом страны Нурсултаном Назарбаевым законопроект с поправками по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности. Но подробно на этих законопроектах я останавливаться не буду. В первую очередь отмечу, что сегодня в первом чтении депутаты единогласно приняли законопроект по вопросам жилищных отношений. Он был разработан для совершенствования механизма обеспечения жильем военнослужащих вооруженных сил, органов военной прокуратуры, национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан. Данным документом предлагается перевести военнослужащих, за исключением солдат срочной воинской службы, кадетов и курсантов, системы выплат и компенсации за аренду жилья на систему жилищных выплат. Таким образом, если закон будет принят с 1 января 2018 года, для каждого военнослужащего вооруженных сил нашей страны будет открыт специальный жилищный накопительный счет в банках второго уровня. И согласно распределению жилищных выплат ежемесячно туда будут перечисляться средства. Из государственного бюджета я отмечу, что данная система действует для того, чтобы осуществлять контроль за целевым использованием перечисленных для военнослужащих денег. Я также отмечу, что этот законопроект предусматривает компенсационные выплаты, жилищные выплаты для всех категорий военнослужащих. Например, в Жилстройсбербанке будет разработана специальная программа для военнослужащих, которая предполагает кредитование по низкой процентной ставке от 6,8% до 7,8% годовых. Срок займа около 5 лет. Я хочу отметить, что сейчас рядом со мной находится депутат Можелеса парламента Республики Казахстан, руководитель рабочей группы Тазбулатов Абай. Абай Булебаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, действительно, вооруженные силы и другие формирования, военнослужащие офицеры и генералы, конечно же, ждали, давно это ждали, значит, закон. И мы рады, что сегодня единогласно депутаты парламента, Можелеса парламента проголосовали за этот законопроект. Он предусматривает, конечно же, получение, в конечном счете, покупку квартиры. Это государство, конечно же, уделяет большое внимание и наш глава государства, и тем более теперь конкретно. То есть у нас было так, что до 20 лет военнослужащие не могли толком приобрести квартиры. И мы рады, что вот такой законопроект проработан Министерством обороны, другими структурами. Это и пограничные, значит, Комитет национальной безопасности и Национальной гвардии. Поэтому, я думаю, еще впереди у нас большая работа предстоит во втором чтении. Поэтому мы рады, что вот такой закон предопределяет нашим военнослужащим, офицерам, контрактникам, тех, кто находится на службе, и в том числе даже кто на пенсии, которые ушли на пенсию без квартир, они будут иметь квартиры. Скажите, пожалуйста, а в чем преимущество перед старой системой, когда выплачивались компенсационные выплаты за аренду жилья? Да, действительно, старая система обеспечивалась, что государство выдавало деньги для военнослужащих, которые не имеют квартиры, для аренды жилья. Естественно, это компенсировалось, он арендовал жилье, но и в конечном счете он не получал квартиру. Он временно проживал, естественно, эти деньги, значит, уходило кому? Это частнику, тот, который сдает квартиру. И вот и все, буквально. А сейчас будет, это действительно, жилищные выплаты будут идти непосредственно на банки второго уровня. Ну, в данном случае вот программа выработана в Жилстрой Сбербанке, очень хорошая программа, которая от 5 до 7 процентов, который будет, естественно, это хороший, между прочим, процент, и будет накапливаться для этого военнослужащего, который не имеет квартиры. Через определенное время, естественно, через банк он покупает эту квартиру. То есть вы уже ответили на вопрос сразу, буквально военнослужащие вряд ли смогут позволить себе оформить ипотеку после вступления закона в силу. Ну, безусловно, нет же еще накопления по этому, но юридически он, конечно же, может после вступления закона, если с 1 января 2018 года, но для этого нужно будет, конечно, накопление. Будет накопление, он получит. Теперь самое главное, конечно, пенсионеры, которые живут в закрытых городках, тоже эту проблему мы решаем. С 2020 года им конкретно компенсация за то, что он не имел квартиры, вот за это он, естественно, будет получать, он купит квартиру. А тем, кому будут перечисляться жилищные выплаты, как будет рассчитываться сумма? Потому что она же будет у всех разная, я правильно понимаю? Да, конечно же. Но это получается так, что жилищные выплаты, это значит нужно умножать, определенно так умножать за 1 квадратный метр аренды жилья на площадь жилья. Но в регионах, в каждом регионе, естественно, свое, потому что разные цены, разные подходы. Но самое главное, на одного человека получается 18 квадратных метров на одного человека, на член семьи. Поэтому вот такой расчет. Спасибо вам большое за полноценные объемные ответы. Я хочу сказать, что сегодня в первом чтении, напомнить, что сегодня в первом чтении в Можилисе депутатами единогласно был одобрен законопроект по вопросам жилищных отношений, который призван социально защитить и обеспечить всех военнослужащих Республики Казахстан жильем. Отмечу, что было бурное обсуждение среди депутатов, они высказали некоторые замечания. Рабочая группа обещала принять во внимание все замечания и предложения депутатов. Более подробно о законопроекте мы расскажем в следующих выпусках новостей. У меня пока на этом все. Лаура? Да, спасибо, Сабина, за такую нужную информацию. Я напомню, наша съемочная группа работает сейчас в Можилисе, где проходит обсуждение законопроекта, касающегося военнослужащих.